Дорогой друг Путешествий на самолетах, новейших гаджетов и люксовых брендов, а простолюдины убивают друг друга за мешок сахара. Короче, в фэнтезийном средневековье. Вот что произошло ранее. После побега из каторжного лагеря Фогельнест, воин Сфинкторион и эльф Пелиас отправились в столицу королевства и поступили на службу в городскую стражу. Они смогли распутать паутину заговора и сорвали покушение на молодого короля. Спустя несколько дней Сфинкториону и Пелиасу пришлось покинуть столицу и отправиться в опасный и тяжелый путь на запад. Да что такое! Ну надо же! Это подземелье Чиккенкария. Последняя игра, на которую не пожаловался Масляков. Аплодисменты этой *** нет. Смело! Очень, очень. Да, ты же за бородой, а на столице видно. Конечно. Нет, я на самом деле счастлив, потому что у меня сегодня дежавю. Опять пришел Гарик Харламов и Кукушкин не приехал на съемки. Ура! 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 Даже пустое место лучше, чем Кукушкин. А я напомню, что в прошлый раз, когда я приезжал, он все-таки появился в итоге. Из пола. Я надеюсь, сегодня такого *** не будет. Но вообще будет, кого я обманываю. Конечно будет. Ребят, сегодня у нас на игре доверенное лицо лорда Властона Никита Кукушкин. Дайте ему аплодисменты. Да где же он? Аплодисменты! Человек, который выглядит всегда как школьник, но почему-то стильно. Александр Гудков. Что? Ого! 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 Это чего хуже молодящегося отца. Это я. С недавних пор сосисочный бизнесмен Гарик Харламов. Добрый вечер. Добрый вечер. Попробуй мою сосиску. А это классно. Я еще после развода так всем говорю. А много клюют? Честно говоря, пока не клюют. Как минимум это больно. И самая вкусная сосиска русского рэпа. Марат Сквозь баб. Ого! Я пришел выгрызать победу. Ну и вон там парится самый потный человек. А не, у меня шуба из машины сейчас холодная. Но через пять минут будет самый потный человек. Большой русский босс. Еее! Человек, который создал все, в том числе интернет. Александр Бориганов, мастер игры. Привет, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, мастер. Добро пожаловать в подземелье Чикенкаре. Мы начинаем. Это как будто Марконе. Как будто свадьбу ведет. Обожаю его. Силы лорда Властона захватили земли Вёрджинвальд. Благородный Сфинктерион, наследник этих земель и его соратник эльф Пелес узнали от надежных источников, что отец Сфинктериона, барон Эдвард Лёвенхард, был пленен. Чего? Закован в железную маску и тайно вывезен в пиратский город гнилая гавань. Ненавижу маски. Вы точно знаете, что барон Эдвард был передан пиратам и находится на корабле Чёрной Змеи. И тот очень скоро отплывет из королевства. Ваша задача на сегодня — освободить пленника, барона Эдварда, которого удерживают на пиратском корабле. Ты срываешь? Представьтесь, герои. И начнем мы с Биг Рашин Босса. А как вы правильно сказали, я благородный воин Сфинктерион Лёвенхард. После того, как я спас короля во время покушения, он назначил меня на службу в свою личную гвардию. Несколько дней назад я получил сообщение от своего друга, преданного слуги моего отца, Медведа Люда Урса. Он недавно отличный ресторан открыл. Оказывается, мой отец жив, слава тебе Господи, где были алименты, ебать. И находится в городе Гнилая Гавань в качестве пленника. Не думая ни минуты, я покинул столицу и поспешил ему на помощь. Добро пожаловать в игру. Самый первый персонаж в подзимире Чикенкаре. Самый первый, самый древний. Вообще. Еще и жив. Самый первый как канал. Я долго умираю, но не умру. Ладно, кто я, друзья? Я лесной эльф Пелиас. Моя родина Верджинвальд. Поэтому, когда Сфинктерион отправился вызволять своего отца из плена, я отправился вместе с ним. Вот, мы прибыли в Гнилую Гавань, все вместе встретились там с Медведолюдом и полуорком, чтобы освободить законного правителя Верджинвальда, как говорится, барона Эдварда Левенхарта, твоего батю. Да. Батю, Big Russian Baty. Добро пожаловать в игру. Е-бот. Пелец. Гарик. Я медведолюд по имени Урс. После побега из каторжного лагеря я вернулся в Верджинвальд и создал партизанский отряд для борьбы с захватчиками. Что ты говоришь? Я такой. Я создатель. Из надежного информатора. От надежного. Или из, по***. Да. Я ж мог его разорвать из надежного информатора. И там просто вытекла. Там просто вытекла бумага. И я узнал, что мой господин, барон Эдвард, не был казнен. Не был казнен. По приказу лорда Властона его заковали в железную маску и тайно увезли в пиратский город Гнилая Гавань. Со мной сын барона Сфинктерион. Вот он. Ненавижу маски. Да. На НТВ, который идет. О-о-о. И эльф Пелес. Здесь со мной тоже. Да, да, да. И преданный мне полуорк, о котором мы узнаем чуть позже. И вместе мы намерены спасти нашего барона. Нашего барона. Добро пожаловать в игру. Орс. Самый волосатый герой. Спасибо большое. Спасибо. Итак, друзья, я полуорк Барт по имени Чрездевиц. Все запомните. Чрездевиц. Чрездевиц. Я его просил за пять минут до начала игры не применять это имя. Ну, кого нахуй идет мое мнение? Пошумите. Как ты имя управляешь? Я не могу. Ну, пожалуйста. Ребята, ну-ка, покричите мне. Я не могу создать митинг. Он обаятельный грибник за рулем. Итак, друзья. У меня плохой провокатор. Моя жизнь – это музыка и сражение. Моя рапира пронзает сердца мужчин, а флейта – сердца женщин. Что? Флейта типа х**. Ты и нашим, и вашим получается? Я давний друг воина сфинктериона, поэтому я просто обязан помочь ему спасти отца и выбить из него алименты. Да, это мой кореш, он поет постоянно. Ну ладно. Он пронз... Вот, кстати, ты сказал то, что пронзаешь рапирой сердца мужчин, а флейтой женщин. А про тебя ходят слухи, что ты флейтой мужчин пронзаешь. Но это не так. Он а**еный чувак. Да, отбей. Проткну я тебя. Ю, вот тебе несколько правил, чтобы ты разбирался в игре как боженька. Подземелье Чикенкарри – это настольная ролевая игра. У каждого из игроков за столом есть свой персонаж. Эльф, полурослик, дварф и прочие типы из своих межрасовых ролевых фантазий. Игроки проходят квест, который создал для них мастер игры. Он находится за кадром и является главным рассказчиком и судьей. Мастер описывает ситуацию, в которую попали герои. Игроки говорят, что делают их персонажи в этой ситуации. Успех или провал каждого действия зависит, как хорошо они бросят кубик Д-20. У героев есть бонусы, которые они прибавляют к результату броска. Мастер устанавливает сложность. Если игрок бросил кубик выше этой сложности, то действие получилось успешно. Помни, у каждого действия героев есть последствия. Вы в районе доков города Гнилая Гавань. Сейчас вечер, и улицы полны праздного народа. Вы сидите за столиком на импровизированной уличной террасе таверны Кровавый Поплавок. Так тампона можно назвать. Это класс, это очень грязно. Роль стульев выполняют пустые бочки из подрома. Вы пьете Эль и наблюдаете за пирсом, на котором пришвартован старый пиратский корабль черной змеи. На нем все спокойно. На верхней палубе вы видите около десятка пиратов, которые неспешно занимаются обслуживанием корабля и иногда попивают ром. Что вы делаете? Что вы делаете, мы говорим им. Я думаю, что для начала нам информацию было раздобыть. Я осматриваюсь вокруг, а может кто-то подозрительный тоже сидит и бухает. Ты сразу же замечаешь Дварфа, который сидел за соседним столиком и направляется прямо к вам. Эй, медведь! Урс, он обращается к тебе. Да. Да-да-да. Говорящий медведь. Как дела, медведь? Да в порядке. Все хорошо. Я же говорил, эта тварь разговаривает. Гони мне монету. Он возвращается обратно. Ха-ха-ха-ха, ну и урод, конечно. Дварф возвращается за свой стол, и его собеседник передает ему золотую монету. Уважаемая сестесса, покажите, пожалуйста, золотую монету. Какое-то унижение началось сразу. Во время приключения участники находят золотые монеты или получают их от мастера за выдающиеся действия. Их можно потратить на переброс кубика или на благотворительность, если игроки сохранили монеты до конца игры. Одна монета — это 10 тысяч рублей. А-а-а. А-а, великолепно. То есть вы просто сказали, что у него есть монета, его надо убить? Я уже видел такой один раз. Показали на 4 года, типа, вот смотрите, вот так прикольно может быть, и потом опять по-старому. Подождите, а я же... О-о-о-о. У меня есть идея, как выманить пиратов. Подождите, один вопрос. Сейчас все сделаем, бля. А этот хуй ушел уже, который говорил? Он ушел за соседний столик, разумеется, к своим друзьям. А его можно... Он тебя обидел, у него есть монету. Мы можем как бы, ну чё... Ну давайте его завалим. Да. Конечно. Конечно. Может, для начала просто поговорим? Так это кровавый поплавок, чё тут, раз-два, ну слава... Он, во-первых, сказал, что я урод, а я же медведолюд, я же... Ну, мне же это не приятно. О, давай ты подойдешь, скажешь, типа, э, человек, он такой, что? А он дворф. А ты такой, ебать, это хуйня разговаривает. И нам монету дадут. Да, и то же самое буду делать. А давай монету. Я так и сделаю. Я подойду и скажу, эй, дворф. Он что-то ответит? Он разворачивается к тебе на стуле. Скажи... Что? Я говорю, ебать. Это хуйня разговаривает. Да я тоже охуел от тебя. Ну все. Так. Отдавай монету. С тех пор зародилась дружба дворфа и медведя. Я хочу его разорвать. На хуйня. Каким образом ты это делаешь? Я беру его за лицо, или что у дворфов вместо лица? Ебало. Полное. И разрываю его пополам. Тогда необходимо сделать проверку атаки. Хорошо. Это Д двадцатый кубик, самый большой. Так. Нужно его кинуть по центру. Одиннадцать. Плюс четыре. Пятнадцать. Ну все, пи***й ему. Ты пытаешься схватить дворфа за голову, но тот сопротивляется. Я кину в открытую для того, чтобы вы видели броски неигровых персонажей. Ого, супер. Это где? Вот я... Четырнадцать. С его модификатором в сумме пятнадцать. Не разорвешь. Мы вообще... Одинаковые? Нас один дворф захуярит сегодня. С этого начнется. У него один ноготь больше, чем этот дворф. За бардой дворф, стреляй в упорф. Урс, ты удерживаешь дворфа за голову, а он схватил тебя за запястье. Разорвать его ты пока не можешь. Давайте поможем ему. Надо ему надрезать. Да этот ёбаный дворф как медведь силой. Ну так что, я-то его сдержу. Я могу. У тебя есть убеждение. У меня есть убеждение. Попроси его убрать руки свои. Через девиц. Что же делаешь ты? Смотрите, я могу, во-первых, вас успокоить. У него монета. Нам монета нужна. Конечно, очень. Что за чирик порвем его? Нам нужна все хорошо. Да нет, конечно. Тут и за меньше деньги рвут людей. Сейчас, сейчас, сейчас. Женщину бивают, насилуют. Какой у тебя план вообще был изначально? Изначально, смотрите, мы сидим вот в кровавом поплавке. Это бард, да? Да. Бард. Мы, короче, кричим очень громко все вчетвером, что тут акция. Четыре рома там плюс два. Все пираты любят ром. Они оттуда с корабля подсебывают сюда, садятся по столам. И мы в пустой корабль залазим, спасаем наших друзей. И все. Ну, давайте заебушим сначала это. Сучит торже. Просто иначе я с ним так и буду стоять. Пока вы там... Он как брелок. Хорошо. Ну, че, и так и будем стоять танцевать с тобой, милочка волосатая. Да кто это? Это что за... Почему он нами командует? У меня есть эльфийский клинок. Вот. Че тебе надо, медведица? Что? Заебал. Я говорю, ты обидел моего медведа Люба. Люда. Люда. Че ты меня держишь-то? Отпусти, а? Меня зовут Люда. Людыш Люда. Ты медведа Людмилу мою. А ты кто такой вообще? Убери свое животное отсюда. Я эльф рейнджер. Получай. Лунный приз, вот дай мне силу. У меня есть, короче, эльфийский клинок. Внутри атака. Я вот так, на тебе, я тебя надрежу сейчас. Кидай на атаку. Естественно. Внимание. Пять. Мы очень ослаблены. Блядь, ну в начале все. Просто напоролись. Че это такое, напоролись надо... Кто этот двор, блядь? Какие нахуй пираты? Клинок застревает в столе неподалекого. Кружки подпрыгивают. Из них выливается пенное пиво. Ага. Так, э! Ты тут игрушки решила свои показать, да? Нам тут с Людочкой и друг друга хватает. А у меня убеждение. Пидорас, пидорасина. Как она там оказалась? Тошмар. А у меня убеждение. Я попытаюсь его убедить. Потому что, ну я вот сижу, думаю, это ебанное шоу выходит раз в два месяца. Так. Если за 20 минут нас заху... Чет дворф, люди нам этого не простят. Я подхожу и пытаюсь его убедить. В смысле? Я говорю, дворф, ты мудак? Нет, сила не на твоей стороне. Отпусти руки. Слушай, а ты уверен, что сила-то не на моей стороне? Я вот тут недавно с корабля пришел, который вот здесь находится вот близко. Я же, если пострадаю, сюда вся команда придет допрашивать тебя. По какой черт ты меня тут порезать решил со своей командой девочек? Ты под... Я... Мы Виагра. Я глава. А ты пират, что ли? Ну так-то да. Так мы... Ебать! А как понял? Да? Так и мы не признали тебя. Мы сами-то пираты. Серьезно? Да, но мы на подводной лодке. Кидай обман по харизме. Опа! 18... О, наконец-то! 18! Нормально. А вы, я не понимаю, вы думаете, что если на хуйню я кой-то заниматься прихожу, что ли? Иди на шоу «Блеф». Выиграй банан. Нет. Ну, раз вы свои, давай разойдемся миром, братишка. А я могу еще раз попробовать разорвать его? Конечно. Я хочу еще раз попробовать его разорвать. Давайте не будем. Подожди, он сейчас позовет... Какая там ситуация? Что сейчас мы его убьем, он позовет всех с корабля сюда, и тут у нас типа... Нас ебнутый, конец. А как он призовет, если мы его разорвем? Если мы в доверии к нему втремся, поскольку мы как бы четыре красавицы, он позовет и скажет, «Эй, блядь, мне четыре красавицы, иди сюда, повеселимся». Блядь, давайте мы действительно скажем, что вы четыре красавицы. Это же план. Это план. Я согласен. Я готов дать себе улыбать, чтобы спасти отца. Все, все. Скажи, что мы шлюхи, что мы портовые шлюхи. Мы портовые шлюхи. Это как другая история началась. Оно пустит у нас на корабль. Мы не к несчастью, мы к удовольствию. Это будет очень странная проверка обмана по харизме. Мы портовые шлюхи. Если он не поверил, что мы шлюхи, дайте его порву. А если его потрогать, оно это прекрасно? А как ты будешь его трогать? Ну как? Как в Барате. У тебя есть вдохновение Барта? О, спой мне, я его потрогать за шлюхи. Че спит-то? Хорошенько, чтобы у него получилось. Кезару давай спой. Локдаун, наху-гет-даун. Стол виска, пив-пив-пау. Какая хуйта! Просто... У тебя есть еще один кубик Д6, ты можешь добавить его к 11. Докинь Д6. Ой, мама. Легко. Один. Да, б***ь. Давайте я его порву, пожалуйста. Порвите его, к чертовой матери. Можно я порву его, пожалуйста? Слушай, я так посмотрел, короче, сначала вы, похоже, не были, а вот когда вот она запела, я прям сразу признал. Понятно. Ну ты че? Огонь! Мы реальные шлюхи. Да-да, мы такие. Шлю, па-па-па-па-па-па-ша, тра-та-та-та, на, дры, шлю шан-дры. Гаррик, ты его рвешь? Я уже столько идей предложил, это бы сдвинулось. Я рву его. Тебе дай урон, плюс твоя сила. Ох, ёб-та, я его порвал, стопуду. Ему пи***а, стопуду. 8 урона в сумме. Под твоими руками его голова начинает трещать, кровь разливается из сломанного черепа. Нормально. Он обмекает, а его друзья округляют свои глаза и челюсти падают буквально на стол от удивления. Только, хуй нам все это было нужно до этого. Да, я представляю, как они обрежут этот выпуск, ты подходишь и вот сейчас разрываешь его. Из его левой руки выпадает монета на стол. Да. Вот, что и хотелось. Спасибо. Ассистенса. Нет. Убийца. Что вы делаете дальше? Они испуганно смотрят на вас и на твои окровавленные руки, Урс. Я говорю, так будет с каждым, кто узнает, что мы шлюхи. Да. Они запуганные поднимают кружки ко рту и не опускают их до тех самых пор, пока вы не отойдете от них. А я показываю фото отца. Я говорю, никто, кстати, не видел его? Он нам денег... Так он на корабле, мы знаем об этом. Я не показываю фото отца. Вы замечаете, как с корабля по трапу выбегает мальчик Юнга с тележкой. Один из двух пиратов, охраняющий вход на корабль, кричит ему вслед. Поторопись, гномыч, а то вздерну! Мальчик, сломяк, голову несется по направлению к таверне кровавый поплавок. Он бросает тележку у входа и забегает сразу же внутрь. Не шутить про гномыча, не шутить про гномыча. Давайте на дно спрячешься сквозь... Кто-то на дно спрячется и мы в тележке сверху закроем себя. А, отвлекает кто-то, а я прячусь с ним, потому что у меня ловкость плюс три. Бл***ь, мы у всех на виду. Подождите, есть же вариант. Смотрите, я порву мальчика. А вместо мальчика вернется он. Да. И разузнает, кто где. Да, ты скажешь, что вырос мальчик пубертатный период. Не, он оденет его одежду, а прикинь, как они охуеют от медведя в одежде мальчика. Вот это повзрослел. Через девиц, я тебе должен напомнить, что у тебя есть набор для маскировки. Это способность бардов. О, ты можешь стать мальчиком. Все. Или я могу стать мальчиком. Или он, или ты, или он. Давайте сделаем... Кто хочет быть мальчиком? А давайте мы все четыре мальчика забежим. Скажем, выбирайте любого. Хорошо. Давайте я себя заколдую мальчиком. А его... Это не колдовство, это настоящий набор маскировки и макияжа. То есть его убивать не обидеть? А, ты дракуин. Если мы его... Если мы его... Королевская кобра. Нет, давайте оглушим его, чтобы он не поднял тревогу. Потому что... Потому что иначе это будет... Я думаю, что это ты. Ты самый сильный. Давайте я оглушу его. Мальчик вышел из главного входа, таверны, и направился к черному входу вот этой же самой таверны. Вот здесь я его оглушу. Давайте я его здесь оглушу. Итак, что вы делаете? Давайте кто-то подождет. Давайте попросим. Я говорю, мальчик, мальчик, куда ты пошел? У нас для тебя есть сюрприз. Вы следуете за мальчиком к черному входу таверны. В этот момент из двери показывается корчмарь и выкатывает три бочки рома. Давайте поможем ему загрузить ром, во-первых. Мальчик, да. Да. Ты не должен работать, гномоч. Я ему говорю, это же детский труд. Он не оценивается. Мальчик разворачивается к вам. Смотри, ребята, ребята. Я понесу ром туда, а вы его глушите. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Мы тебя видели в инстаграме. Неважно, это что-то из будущего, мальчик. Но я на самом деле не мальчик. Меня зовут Билл Гномыч. Я гном. Это ты придумал, Майкрософт? Давай мы поможем тебе. Мы благородные пираты. Мы первые в мире шлюхи-пираты. Пираты. Вы шлюхи-пираты. Да. Меня отправили за ромом. Я сейчас вот заберу эти три бочки и уйду отсюда. Это же маленький. Тебе сложно носить сегодня. Нет, нет. Мне 45. Мне все в порядке. Короче, запираем его в бочку и все. И хватит болтать. 45 можно убить. Он не мальчик. А, все. Давайте. Запираем его в бочку. Смотрите. Я хочу его оглушить. Оглушить хочу его. Что у тебя есть? Смотрите. Я могу превратить в дубинку ветку можжевельника. С заклинанием дубинка. Супер. Давайте попробуем. Да, давайте я сделаю дубинку из можжевельника и уебавшую его по башне. Хорошо. Сначала ты произносишь заклинание и ветка превращается в большую, деревянную, массивную дубинку. И Гномыч за звуком смотрит на тебя. Помогите. Это шутка. Я же тебя развлекаю. А, вы развлекаете меня? Но мне очень страшно. Вы не могли бы прекратить меня так развлекать? Да этого ничего страшного в этом нет. Ты когда-нибудь видел, чтобы из ветки можжевельника делали дубинку? Ну вот сегодня первый день. Скажи, пожалуйста, ты все знаешь про этот корабль? А где заложник? Нам просто хочется, ну, просто знать. А, заложник? Ну, знаете, весь корабль уже давно оббегал. И знаю каждый закуток. Он где-то там, на третьей палубе, в самом низу. Все, надо ебушить. Давай. Все, давай. Ты уже почти ненужный. Прости. Я кидай, я хочу дубинкой. Он знает все. Я так хочу с ним поговорить. Ну ладно, и б***ь. Ну что, реши, ты бьешь или нет? Да. Да, конечно. Как? 15. Дубинайо. 1 Д8 урона. Он не мальчик. Плюс твоя сила. О, 6. Ты размозжил ему голову. Кровь брызгами разнеслась, словно фонтан. Ребят. И окропила твои ноги. Тело падает. Это убийца, что вы хлопаете? В переулке. Тело падает в переулке. Кто будет знать, что мы шлюхи? Давайте я буду каждый раз играть. Хорошо. Теперь я превращаюсь в этого мальчика и кидаю кубик. 13. Это отличный результат. Отлично. Плюс харизма. Плюс харизма, плюс 3. 16. Это высокий результат. Если ты не будешь вести себя сильно подозрительно, твою маскировку не раскроют. И пока вы обдумываете дальнейший план, мы переносимся на корабль черной змеи. Здесь приятного, равномерного покачивания приходит в себя барон Эдвард Левенхард. В роли барона скандальный актер Никита Кукушкин. Встречайте! Да! Вы ждали его появления? Оттянем этот вожделенный момент и вернемся на несколько дней назад в леса Вёрджинвальда, где Пелес и Сфинкторион из последних сил спешили в гнилую гавань на выручку барону Эдварду. Я не могу понять, почему лорд Фластон оставил живых моего отца? А может, это какая-то ловушка, чтобы выманить тебя, Сфинкторион? Там был отпечаток лап медведа Люда Урса. Информация надежная. Кстати, он завтра ждет нас в гнилой гавани. Что это за орел? Древнее чудище? Да нет. Некромант поднимает мертвых. Это урчит мой живот. Я не ел несколько дней. Чего ж ты молчал? Надо раздобыть еды. Мой лук всегда готов к охоте. Нет. Охота заберет наши силы. Давай закажем еду в Деливере. У них как раз доставка из таверн и лавок. Так, что хочешь? Будешь вялого вепря? Не, у меня три мандаринчика. Я же веган. Ага. Так, что еще? Ну, вроде все. Хотя, если заказать только три мандаринчика, просто еще заплатить гонцу. А у тебя совсем раскудела казна, а? Так у меня подписка Деливери Про. С ней доставка бесплатна. И первый месяц всегда бесплатна. О, и ты скрывал такое сокровище. Ну, ты скрытный. Скрытность плюс один. Это не очень. Твои мандарины, Эльф. Так быстро. Видимо, поблизости. Тут есть селение с такими людьми. Ага. А, достопочтенный, далеко ли до гнилой гавани? Нет. Два дня хода. Нам надо быть там завтра. По тропис, пылес. Подожди, подожди. А, это типа ему за роль подарили. Это тебе, мой друг. Ой, тут какой-то могилы. Стоишь за меня до конца. Бля, ничего, что я твой сын. Стоишь за меня до конца. И это очень приятно иметь такого преданного, преданного брата и друга. Я тебя уважаю очень сильно. Ничего, что я твой сын. Привет. Это как? Это дюймовочку похоронили? Что это? Я не знал, что такие длинные розы бывают. Это роза, это роза Джиганна. Самая пошлая. Я прошу убрать розы. Поставьте ему в стаканах. Дорогие друзья, пожалуйста, берите. Спасибо. Твои лица когда обесценили подарок? Ты... Ах... А у тебя сыр? Это интеграция? На х**я ты с сыром? У тебя есть еще сыр? Тебе. Ой, спасибо. Тебе. Вот так надо кормить своих детей. А как он это делает с корабля? Что в цинге не было. Не знаю. Дело в том, что я понимал, что я тут надолго. Ну как бы и зрители сейчас понимают, что они надолго. Я понимал, что я тут надолго. Дай, пожалуйста, мне сыр. Судя по тому, сколько длится начало. И тут в моей темнице так мне будет поприятнее. Уважаемая сестесса, заберите еду из-за стола, пожалуйста. Дай мне сыр. Пожалуйста, дай мне сыр. Быстрее. Дай мне сыр. Я хочу сыр. Орешек хотя бы дайте. Это шоколадка. Пацаны, это надолго все будет. А сестесса, тварина. Держи. Пожалуйста, шоколадка. Пацаны, берите. Держим, 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 держим. Кола где? Налейте сюда. Да посмотри. Углеводное окно закрыто полностью. Он сейчас наберется энергии. Это мой батя. Вам пи***я. Я расскажу, кто я. Никита Кукушкина, расскажи, пожалуйста, про своего героя. Я серьезный человек. Я барон Эдвард Левенхард, истинный правитель Верджин Вальда. Сейчас мои родовые владения оккупировал лорд Властон. Я бы предпочел смерть, но никогда бы не сдался врагу живым. Меня сумели пленить лишь благодаря коварству. Властон еще пожалеет, что сохранил мне жизнь. Я собираюсь сбежать при первой же возможности. Люблю тебя, пап. Барон? Да мы... Ты там. Это метафизическое здорование. Это мы любим друг друга на расстоянии. Барон находится в клетке посреди мрачного помещения без окон, освещенного лишь тусклой масляной лампой. Неподалеку от клетки за столом сидит полурослик. Он замечает, что ты, Эдвард, пришел в себя. А Барон Эдвард, доброе утро или вечер, точно не знаю. Давно не был на улице. Я Писчик, ваш слуга. Что вам угодно? Кровавый Писчик. Писчик, десаут. Ты кто? Меня зовут Писчик. Я ваш слуга, приставлен к вам. Он поляк. Подписчик. У меня один вопрос. Конечно, конечно. Скажи мне, пожалуйста, малыш, почему ты приставлен мне как слуга в случае, если я сижу в темнице? Так вы же барон. И получается, что у вас иргали больше. То есть пираты мне, пираты мне, значит, дали слугу, посадив в темницу? Ну, как вам сказать, это распоряжение лорда властона. Чтобы вам не было, наверное, скучно, я должен сгладить как-то эту поездку. Раздевайся. Простите, что? Вы его ебать извозите. Узнаю батя. Он подписчик. Почему? Раздевайся. А мне полностью раздеваться? Нет, ты можешь просто вот приспустить штаны. Хорошо, я приспускаю штаны. Поворачивайся. Не оставить штаны где-нибудь? Или как? Не надо их снимать. Сквозь штаны. Беру палец, это на самом деле древний прием. Я вижу, что лжет, я вижу, что обманывает. И палец туда раз. А куда, прости? В анус. В попку. Как ты это делаешь? Б**ть, посмотрите на его лицо. Конечно, с удовольствием он это делает. Да, конечно. Вы представляете, а нам надо его спасать вообще? Да, по-моему, нет. У него все хорошо. Там отец кайфует в темнице. Я просто вспомнил все детство вот во время этого хода. Я... Как я это делаю? Сначала я... Прошу, не описывай. Вот беру... Это не богатый центр. Вот я взял палец. Вот я... Смочил. Он реально себя талантливым считает. Ты в маске, ты не можешь посмочить. Я... Вот так вот. Раз. Два. Три. Елочка, гори. Человек проснулся. А зачем? Зачем? А я вижу, что лжет, обманывает, лжет. А у тебя палец правдоруб, что ли? Обманывает в чем? Твой палец оказался в какой-то грязной, но теплой среде. А твой... Ты хочешь от него правда добиться? Простите, а? А зачем это нужно? Мы, Шлюшандри, тоже интересуемся. Газета Шлюши. Хорошо, что у него швабры нету еще там. Скажи мне. Скажи мне. Я готов говорить еще что хотите. Я это уже понял. Я вот так вот чуть-чуть крюка даю. И что, где, когда? Скажи мне, пожалуйста. Ты мне лжешь? Ты обманываешь? Тебя ко мне подослали? Нет, нет. Я ваш слуга. Пожалуйста, не делайте так больно. Тогда открывай дверь. Ключ есть? Где ключи? Вы знаете, это единственное, что я не могу делать с вами вместе. А папа понимает, что он не дома? Ты можешь выйти? Ты можешь? Я не могу вас выпустить отсюда ни в коем случае. Почему? Таков приказ. Чей? Лорда властона. Я еще крюк отдаю. Я хочу, чтобы ты меня выпустил отсюда. Сделай сразу пять. Я не могу этого сделать. А у вас королевцы всегда так делают? Давай кулак. Может, сработает. Я, пожалуй, отойду. Нет, я его удержал за кофту. А, ты его держишь за желудок. Я держу его за... У тебя скованы руки. И металлическая решетка мешает тебе этого сделать. Я взял вот его за кофту и вот второй у меня. Вот. И держу за кофту его вот так. Кинь, пожалуйста, на ловкость. Что это кинь? Мне кажется, люди, которые пишут, что Букошкин безумен, сойдут с ума. Второй кубик до 20. Да критический успех. Там вся рука уже. Да что это такое? Критический успех с помехой. Ты не держишь пищиками. Я говорю, дорогой. Это премия Муз-ТВ. Я говорю, отпускай меня. Что делать будем? Как мне выйти отсюда? Но, к сожалению, я не могу вас отпустить. Ни в коем случае. Два критических удача. Я хорошо... Оглядываюсь. Просто держит за жопу. Я оглядываюсь. Оглядываюсь. А там ключи висят на стене. На столе лежат ключи. На столе лежат ключи. Я говорю, давай, иди, бери ключи. Дай мне ключи, открывай. Нет, я не могу. Ну, не хочешь так? Я две туда прям зафигачу. Я говорю, давай мне, гад такой, давай мне эти ключи, открой меня. Это очень сложно. Ловкость с помехой. У тебя не получится. Пап, не надо, папа! Девять. И еще один раз кубик. Ты просто его мучаешь. Опять! Да что ты делаешь? Охренеть. Бросок был с помехой. Он еб... Поэтому мы используем значение девяти. У вас есть золотая монета. Это у нас есть. Ты как мой лучший друг можешь... Нет, нет, нет. Тут такая стена непонимания, эгоизма. Он не слышит тебя полностью. Я не против. Нет! Для того, чтобы вторую руку захнули, мы тратим монету для фистинга. Я не могу выбраться оттуда. Вой слуга достает маленькие маникюрные ножницы из штанов, которые висели на его ногах, и втыкает тебе их в руку. Он еще и маникюрщик. Гад. Хорошо, я... Подожди, нет, нет, подожди, тут началась борьба. 15 плюс 2 17 по тебе попали. Ты отпускаешь его, и он врывается из твоего хвата и подбегает к столу. Два урона. Хочешь, я тебе подскажу? В Самаре на набережной есть такая игра, там такие штыри, и на них надо кольца накинуть. И там все время зазывало стоят. Они говорят, пойдемте поиграем, пойдемте поиграем. Вот тебе намек. Хочешь поиграть со мной в игру? Да, конечно, какую? Смотри, вот штыри. Я не их имел ввиду, но тоже неплохо. Звой стырь покажи, один. Попробуй ключи набросить на штыри. Ну вы же, ну вы же, вы же, вы же хотите меня обмануть. Да, не надо. А если я вам отдам ключи, вы выйдете. Не надо отдавать, мы играем. Давайте в нормальную игру поиграем. Давай, в какую? Слова, например. Давай. А какой прием? Геленбург. Гони ключи. Гнида. Готэм. Такое слово бывает? Готэм! Это город такой, Готэм. Там живет Бэтмен. Там живет Мэтмен. Какой Бэтмен? Хорошо. Ладно, хорошо, раз вы барон, тогда пускай будет Готэм. Молоко. Молоко. Овсянка. Затем ты это играешь? Там нету конца. И в этот момент мы переносимся обратно. Ура! Это подземелье Чикенкаре самое содержательное шоу нахуй. Короче, предлагаю не идти на корабль. Вы находитесь в переулке недалеко от бара. Кровавый поплавок. Вот тут мы. Под вашими ногами валяется тело мальчика с разбитой головой. Неподалеку от вас стоят три бочки Рома и тележка Гномыча. А ты можешь создать иллюзию, чтобы мальчика не заметили? Да. А зачем? Через девиц смог замаскироваться и выглядит как он. Только очень большая его копия. Я напомню, это полуорг. Ты очень высок. Мускулист. Смотри, вы трое садитесь в бочки, а я вас качу. А медведолюд поместится в бочку? Сфинктерион и медведолюд вряд ли поместятся в бочки. Они не такие большие. Блин. У меня есть суперспособность. Я могу создавать предметы, которые как будто бы существуют. О! Тогда сделай мне, пожалуйста, большую бочку. Я могу сделать бочку, в которую вы все поместитесь. Да, скажи, что там акция. Там вот такие бочки дают в этом поплавке. Это будет иллюзией, но там поместится только один персонаж. Короче, мы делаем так. Пока у нас сквозь девиц, он полностью загримирован под старикомальчика. Я залезаю в пустую бочку, нормально залезаю. Потом наш медведолюд залезает в большую бочку, которую создали иллюзии. И, кряхтя всей душой, сфинктерион сжимается, как бы это ни звучало, и залезает в бочку, которая ему не по размеру, но обтягивает. Сфинктерион, будь добр, пожалуйста, кинь ловкость, чтобы посмотреть, насколько удобно ты расположился в этой бочке. Кинь бочке. Не по размеру. Вдохни живот. Пятнаха. Нормальная. Отлично. Ты залезаешь в бочку. Нормальная бочка. С-очка. Но я там, как это, как у мотурманов убить Билла, такой... Все мои друзья укомплектованы. Верто. Да. Я подвожу бочку к кораблю. Ты подходишь к трехпалубному пиратскому кораблю черный змей. Он легко покачивается на волнах, мачты скрипят. На главной палубе идут подготовительные работы. Ты видишь нескольких матросов-пиратов. Одни на мачте чинят паруса и проверяют канаты, другие начищают палубу и пушки. На корабль ведет трап. Его охраняют два пирата. Они стоят на пирсе перед входом. Все обратят на меня внимание, потому что им скучно и они хотят Рома. А у меня в бочках только вы. Мы скажем, что эти бочки специально для капитана. Да. Да, да, да. Супер. Да. Есть даже рассказ такой, капитанская бочка. Да. Один из пиратов смотрит в твою сторону через девицу. Ха! Э, Гномыч! Нифига себе! Но он не раскрыл твою маскировку. Я говорю, убери свои грязные руки. Этот Ром для капитана. Мэм. Э, не, 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 ты че, Гномыч, мы же так не договаривались. Капитан не должен был знать об этом. Ты че, охренел? Все меняется. Что? Видишь, как я поменялся. Видишь, как я вырос. И даю ему пощечину. Просто так. Ты думаешь, нам стоит выебаться сразу так? Я думаю, что да. Я стал больше. Ну да. Покажи им свою силу, конечно. А если что, у нас есть, кому развивать тихо? День, пожалуйста, запугивание харизма. Давай. Девять. И плюс три. Они испуганно переглядываются. Слушай, Гномыч, а что ты сделал, чтобы таким стать за такой короткий срок? Расскажи им про НЗТ. Да, в общем, фильм «Начало». Нет, это «Область тьмы». Да, блин. Давайте какую-то более жизнеспособную. Нет, это просто вырос. Я говорю им. Я принимаю... Пацаны, пацаны, там возле таверны стоит мужик, который делает любые вещи больше. Поэтому идите попросите. Он сказал, что будет там еще только семь минут. Слушай, Гномыч, а там это на выбор или там все вещи делают на большее? Любые вещи. Часть и тело. Это хорошо. Только семь минут. Харизма. О, боже. Все на корабле будут с большими пенисами. Это, кстати, сквозь бак. Один. Давайте перекинем. Прошу, это суперская история. Ну, давайте перекинем. Если вы хотите, вы можете потратить золотую монету на переброс. Она наша! А за меня не могли? А ты никто пока. Ты палец в жопу застал. Решайте. Давайте, давайте. Жалко из-за этого. Ну, что? Блин, а если нам потом будет, и она понадобится? Ну, так они же все уйдут за большими пенисами. Мы заработаем еще. Я, кстати, проверяю, нет ли в бочке золотой монеты. Ладно, похуй. Нет, в бочке нет золотой монеты. Да, мы тратим. Все, тратим золотую монету. Уважаемые сестры, заберите, пожалуйста, золотую монету. Ну, это классный план. А если сейчас опять один? Классный план. У меня не очень счастливая рука. Давай. 17! Класс. Пираты бросают оружие и стримглав направляются по пирсу к хитаверне. Путь свободен. Давай угоним нахуй этот корабль. Через девиц замаскированный под гномочи с тележкой поднимается на палубу. На ней 8 пиратов. Их расположение указано на схеме. А кто убежал за увеличение? Убежали два охранника, которые находились у начала травмы. Вот здесь, Степан, они были? А, всего-то? Да. Ну, ладно. Герои, что делаете вы? Смотрите, нам нужно дойти вот сюда, вниз. Да, да, тащи нас туда. Да, соответственно, вези нас вот сюда. Чтобы мы там это... Давайте, я везу к нижнему этажу. Вот сюда. К нижней палубе. Гномоч нас везет сюда. Квозь девиц сюда нас везет. Четвертый останавливает тебя, Гномоч, сразу же. Он бросает швабру и направляется к тебе. Эй, Гномоч, нифига ты вымахал. Я ему говорю, хочешь так же? Дай, Ром. Давай скорее, Ром. Давай, Ром, скорее. Времени мало, капитан скоро вернется. Это все только для капитана. Тебе не достанется Да какой капитан? Если он это увидит, он нас всех сдергнет. Подонок, тебе не достанется ни капли. Да ну в смысле? Давай сюда. Чего он такой упрямый? Скажи, что мы его выпьем там внизу, чтобы никто не видел. Пошли, пошли со мной. Выпьем его там внизу, а то здесь смотри, сколько глаз. Нам не достанется ни капли, если мы откроем его здесь. К вам присоединяется шестой. Эй, ребят, ребят, ребят. Ты чего, Ром привезли? Давай, давай, сюда. Пошли вниз. Да, с ними идем вниз. Я говорю, пошлите, сейчас будем пить. За день колокол. Третий тоже к вам присоединяется, как только это видят. Так, третий. Эй, ребят, эй, меня тоже не забудьте. Вижу эти бочки, я не могу. У меня все пересохло. Хорошо. Возьмите крышки с собой. Первый, второй начинает быстро распускаться по канатам вниз. И шеи эти пошли, нахуй. Ром, привезли, Ром, привезли. Короче, ты можешь, знаешь, что? Ты можешь сказать, а вон те двое сказали, что Рома не нужно. Я воды взял. Короче, их надо поссорить, чтобы они между, ну, друг с другом пи***ться начали. О, да, хорошо. Эй, а эти двое чуваков с мачты сказали мне, что не нужно нести на корабль. Никакой Ром. И я принес просто боржоми. Просто боржоми. Обман. Харизма. Из Тбилиси. Супер обман. Да. Никогда такого не вижу. Они просто, они просто охуеют, то, что они все время плавают по соленой воде, и он им принес три бочки соленой воды. Сделай, пожалуйста, проверку на обман по харизме. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Дай удачи, мы за тобой идем. Критический успех. Спасибо тебе, старый клоун. Сквозь баб лучше. Так. Разозленные пираты, находящиеся рядом с тобой, смотрят в сторону спускающихся вниз и с хищным взглядом достают клинки и направляются к ним. А мы идем. Гениально. Мы спускаемся вниз со всеми моими друзьями и идем спасать. Как тебя там зовут? Тирик-тирик. Эдвард. Эдварда. Подожди, ты Эдвард, а он бил. Вы этот корабль, главное, за руль не садитесь, блять, а то мы потонем. Слушай, ты так со мной не разговариваешь, сынок? Я тебя прошу. Извини. Ну что, все вылезают из бочек, да? А пока вы думаете, как вы будете спускать тележку по лестнице вниз, мы возвращаемся обратно в темное помещение на третьей палубе, где масляная лампа под потолком раскачивается от ударов волн. Аборт этого корабля. Видимо, какой-то сейчас будет этот этюд. Стало еще страшнее. Обожаю. Сейчас он говном какой-нибудь крест себе нарисует на голове. Сатанинский. Это кукушка. Овсянка. Напомню тебе, что ты находишься в железной маске, а руки твои находятся в кандалах. Не могу, как это. Да, я включаю убеждение золотой язык. Вот у меня есть способность золотой язык. Золотой... Расскажи нам о нем. Золотой язык один раз в день. Следующая проверка харизмы, но убеждение происходит с преимуществом. отлично. Что это такое? Смотри. Золотой язык. Золотой язык. Я как уважаемая персона, барон Эдвард, я хочу, чтобы ты принес мне эти ключи. Это и есть золотой язык? Ну все. Барон Эдвард, поймите. Я никогда, никогда не отдам эти ключи. Папа, измени подход. Скажи, пожалуйста, а почему ты, почему, чего ты так боишься? Я использую способность тактик один раз в день. При успешной проверке проницательности ты можешь узнать страх этого персонажа. Тогда кидай проницательность. Как он не... 16? Как тебя это ведет? В сумме 20. Никита Кукушкин, маленький да удаленький. Иди в казино. Здесь нет Кукушкина, здесь есть Эдвард. Левенхард. Эдвард. Да, я слушаю тебя, малыш. Эдвард. Да. Он не говорит тебе этого прямо, но в разговоре ты понимаешь, что Писчик очень сильно боится самого дьявола и подчиняется его приказам. Нихера себе. О, вот. Мы достигли дна. Скажи, что ты крестеный. Скажи, что ты и есть дьявол. Я говорю... Тебе поверят. А ты и есть. Я могу... Я вот так беру вот эту руку и вот так делаю. Ты в маске. Вот так. Маска, маска у тебя. Коллагеновая. Маска звенит под двоим ударом. Маска вот так звенит. Я вот так начинаю бить себя по лицу. Пожалуйста, не надо. Не покорите меня. Пожалуйста, господин Эдвард. Слушай меня, гадина. Я сам дьявол приказываю тебе. Отдай мне ключи. Вы не можете... Вы не можете, пожалуйста. Вы не дьявол. Отдай мне ключи! Отдавай! Хотел бы им в зуб ставить. ДАВАЙ! Да мы, нам уже страшно. Давайте. Это будет очень сложный бросок. Исполнение. Сложность 20. Папа, я тебя обожаю. Я в тебя верю, папа. Ты самый лучший. Ты в 40, прошу. 11. Плюс харизма. 3. 14. 14. К сожалению, этого не хватает, чтобы быть самим дьяволом. Писчик плачет. Ему безумно страшно. Продолжаю бить. Он забивается в угол. Я прошу тебя. Нет. Я требую. Дай мне ключи. Я требую. Сиди на коленях. Барон Эдвард, пожалуйста, успокойтесь. Барон Эдвард, успокойтесь, пожалуйста. Я не Барон Эдвард. Это никогда не сработает. Вы не дьявол. Вот что бывает после Кока-Колы, ребят. Как ты с ним рос? Я вот так вот и рос. Ты получил двойку, блядь. Он ж гурда. Может быть, я просто угощу, суку, пожалуйста. Я говорю, малыш, 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 подожди секунду. Он вышел из меня, вышел. Кто? Я сейчас... Я могу вам палочкой под маской почесать. Нет, подожди, не надо. Стой, стой, подожди. Я вновь барон Эдвард. Он вышел из меня. Дело в том, что меня, что лорд Властон, лорд Властон, на самом деле заковал меня здесь, потому что в меня вселился дьявол. Он иногда приходит с меня. И тогда, когда я засовывал в тебя кулак, это были проявления дьявольских чувств во мне. Пожалуйста, как можно быстрее, дай мне ключи. Вызвали меня отсюда, потому что если дьявол войдет в меня вновь, он просто убьет тебя. Барон Эдвард, я знаю, что дьявола у вас нет. Я, к сожалению, слишком хорошо съедомлен. Играй в города с ним. Овсянка, овсянка. Хотите рыбы? Рыбу? Рыбу давай, давай, давай. Я сейчас, я быстро. Одна нога здесь, одна другая там. А где, где рыба, где? Попроси рыбу, фаршированную ключами. А, вот, вот, на столе, простите, я очень испуган, поэтому я... Что, что, что? А, вот, 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 на столе, пожалуйста, вот я прошу, вот тарелочка. Я хватаю за руку, хватаю за руку. А ловкость? Пожалуйста. Девять, девять, ловкость плюс. Попитает тебя успевать. Ловкость, ловкость минусы два. К сожалению, тебе не хватает ловкости для того, чтобы схватиться за его руку, а тарелка падает рядом. Ты еще и не поешь. Вот, беру тарелку. Хорошо. Взял. Она у тебя... И бросай ему в лоб со всей силы. Атака. Вопа. Она разбивается. Я благородный человек. Тебе надо просто поехать. Прямо на клетку рядом с тобой. Тебя успех покину. Лену осколков. У тебя осколки есть. Поешь рыбу, поешь рыбу. А, со способностью золотой язык. Да? Да, да, да. Да, золотой язык. Я беру тарелку. Кусочек. Кусочек тарелку. Осколку. Осколки. Да. И начинаю резать себе грудь в виде сатанинской звезды. Переходя постепенно к вене. И говорю... Ты как из мема про заусинец, когда вот так отрывает. Да. Да, сын мой, да. И говорю, и говорю ему, смотри, я сейчас выпущу себе кровь, а самоубийцы попадают в ад. И начинаю вот так вот резать себя и говорю, если ты сейчас не освободишь меня и не откроешь дверь, а я увижу дьявола, потому что я убью себя сейчас, то я скажу ему, чтобы он пришел за тобой. И поверь мне, он это сделает. Так как я королевских кровей, он меня послушает. Я смогу добраться до него, и он придет за тобой. Для начала тебе необходимо вытерпеть боль, которую ты причиняешь сам себе. Терплю, я терплю. Выносливость. Для начала вам надо вытерпеть боль, когда вы это смотрите. Тринадцать. Тринадцать плюс что? Ноль у него. Ноль тринадцать просто. Тринадцать плюс это подземельнички МКР. Ну это нормально. Причем ты мог себя не резать вообще. Да, пока не резать. Ты мог угрожать просто ему. Ну ладно. Несмотря на то, что ты себя режешь, ты не наносишь себе никакого урона. Нормально. Почему? Это жир. Живая прослая. Уважаемая Систесса, вынесите золотую монету, пожалуйста. За этот ход. Кровь стекает по твоему телу вниз. Ты вырезаешь на груди дьявольскую пентаграмму. Мне кажется, у него в жизни такая же. А теперь ты убеждаешь его. Кинь, пожалуйста, харизму. С Богом. Давай. Ну знаешь, ты просто, и он посмотрит, и он не умер. Блять. Пять. Перекинь. Кинь еще один. У тебя преимущество от способности золотой язык. Пожалуйста, критический успех. Давай, давай, давай. 16. Отлично. 21. Никогда так не радовался за гниду. Искодетство. Барон Эдвард, пожалуйста, остановитесь, не убивайте себя. Дьявол не должен узнать, что я не справился с миссией. Я сделаю, что вы хотите. Открывай дверь. Я на последнем издыхании. Открывай, гад. Гад. Он подходит к клетке и просовывает тебе связку ключей. Я хватаю ключи и ломаю руку ему. Атака. Атака, блин. Хренац. 16. С помехой, потому что это очень сложно делать в кандалах. Пожалуйста, кинь еще один до 20. Гад, а? Ломчи. 19. В любом случае ты попал. Д4 плюс твоя сила. 3. 3. А сила? 3 плюс 3. 6. Он все еще жив на рука, неестественно, изогнулась в сторону. Натягиваю. Исправляю. Натягиваю. Как в самом начале. Он отскакивает моментально. Барон Эдвард, за что? Да за то, что ты меня, ну честно, заколебал. Я же дал вам ключи. Я же все вам сделал. Я даже поиграл с вами в эту игру. Это не я, это дьявол. Да п***ь, что он говорит, выходи просто и все. Открываю дверь, дверь открываю, дверь открываю. Дверь открывается. Дверь открываю. Беру ключи им прям в глаз. И в этот момент мы переходим на вторую палубу. Ура! А тут уже вогеры. У нас пока даже палуба поинтереснее. Вот из-за тебя. Ваше здоровье. Через девиц. Да. А каким образом ты спускаешь вниз тележку? Я беру и качу их вниз. И они все... Я надеялся, что так не будет. Итак, ты толкаешь тележку вниз. Она скатывается по ступенькам, подпрыгивает на деревянном полу второй палубы и падает в открытый люк еще ниже. Все, кто в бочках, получают урон от падения. Ничего страшного. Все, ладно, хорошо. Ну что, какой урон в бочках? Киньте, пожалуйста, все, кто находился в тележке, по одному Д6. Тома. Три. Три. Пять. Пять урона. Ужас. Урсу. Три. И три урона сфинктериона. Прикольно то, что у тебя даже бочка не настоящая была, она все равно тебя спасла. Через девиц. Ты один на второй палубе. Это пиратская столовая с большим обеденным столом. Она освещается несколькими масляными лампами. С грохотом тележки прекратился смех трех пиратов и двух крутизанок, которые пируют за столом. Они смотрят на тебя через девицу. Я говорю, здорово. Эй, Гномыч, что за херня? Ты что, это наше вина, что ли, разбил? Он обеспокоенно смотрит на тебя, будто бы весь мир сейчас рухнул туда, на третью палубу. А вы что, не знали? Там наверху дерутся чуваки из-за того, что я вместо Рома привез воду. А как воду-то получилось? Зачем воду? А так сказали два чувака, которые на мачте сидели. А что ты их послушал, Гномыч? А что, я просто, я, я-то, был бы я начальник, я бы по-другому поступал. Ну, я-то, мне приказали... Меня вообще уволили задним числом. Гномыч, ты вырос в размерах, но интеллект у тебя уменьшился, что ли? Да, да. Хорошо. Я применяю малую иллюзию и достаю из своего широкого кармана две бутылки Рома и одну бутылку Багбир-пятилитруху, чисто от себя. И ставлю их на стол пиратам и говорю, ладно, мужики, это от меня. От нашего стола, вашему столу. Кстати, похвалим, потому что Багбир прям самое пиратское пиво. Один из них сразу же пытается схватиться за бутылку, но рука проходит сквозь призрачный силуэт. Он смотрит в твою сторону, он пытается схватиться снова, ничего не получается. Я говорю ему, ты, похоже, сегодня перебрал, хватит пить. Женщины, смотрите, возможно, у него даже с писькой такие же проблемы, блин. Двое других пытаются схватиться за эту же бутылку, но ничего не получается. Да вы все тут перебрали, один я трезвый. Они достают оружие. Займитесь спортом, русские. Гномыч, это была твоя последняя ошибка. Давай, ты хорошо делаешь. Клинки сверкнули к нам. Давай, делай что-то безумное, я тебе говорю. Хорошо, я прыгаю вниз, уворачивайся. Разденься, сделай что-нибудь такое. Не надо, не слушай, хомб**ть. Я срываю с себя боди, я в боди был все это время. И, короче, ждите, вот так вот тебя атакуют, 16-18, пиздец какой. Давай, давай, раздевайся. Все три атаки попали по тебе. Да не надо, хороший был. Тебе класс брони пробили пока только. Класс брони, класс. Брони. Один урон. Один нормально. Бронировать не отноклассно. Ой, шесть. Семь. Два. Безумствуй. Поскольку у них модификатор урона плюс два, в сумме это будет 15 урона. Ой-ой-ой. Ну что, я еще живой, у меня два, две единицы. Блин, помогите ему, а. Сейчас все это делаем. Он хороший. В свое действие ты прыгаешь вниз на третью палубу, правильно понимаю тебя? Да, да, к нам, мы будем лечить его. Я прыгаю на медведя, потому что он мягкий. Тогда проверку ловкости от урона. Пять-три, ёпта. Кидай до шестой кубик. Господин ведущий. На урон от падения. Один, нормально. Живой еще. Один урона. Ура! Ты не участвуешь в драках. Получив смертельные раны, ты падаешь плашмя на пол третьей палубы. Но чудом выживаешь. У тебя всего один пункт здоровья. У меня есть магия лечения ран. Один раз в день я могу касанием вылечить и дать три здоровья. Да снись меня. На тебе. О, мать, честная. О, шесть. Тебе прибавляется девять пунктов здоровья. Е-бой! Отлично. Вот для этого... Твои раны затягиваются и боль отступает. Подождите, у меня тоже есть лечение ран. Ты больше всех пи***ц, скорее всего, будет. Но я буду пи***ц, поэтому мне нужно здоровья. Мне сейчас как здоровья достаточно. Или я могу вообще из жопы вытащить. А там что у тебя, ребят? Ну, можешь попробовать сделать и это. Любую нужную в данный момент вещь, если выбросишь, больше десяти. Это способность не вытащить тебе магических предметов или артефактов. Только какие-нибудь обычные безделушки. Мы бупрофен вытаскиваем из жопы. То есть что значит, я из жопы могу что вытащить? Типа брелок? Куклу-брелок. Касметичку. Карту-тройка. Ладно. Карту-тройка. Карту-мир. Ты можешь выбросить больше десяти и вытащить отца. Короче, давайте я здоровье себе поправлю. Тебе необходимо кинуть один Д-8. Календарь с Дакетианом. Плюс два. Девять. Четверка. Ты восстанавливаешь себе полностью здоровье. О, гениально. Двадцать. Молодец, молодец. Все, отлично. Это корабельный трюм для хранения провизии, груза и боеприпасов. Он освещен несколькими масляными лампами. Среди ящиков ходит корабельный щитовод с бумагами в руках. Двое матросов помогает ему проверять груз. Еще двое играют в кости на ящике в корме. Все они поворачиваются и злобно смотрят на вас. Я говорю, здравствуйте, дорогие пираты. У вас сегодня корпоратив. Мы выступаем на этом корпоративе. Мы артисты. Верю, верю. У меня есть животное Компаньон. У меня есть крыса, мелкое животное. Крыса Лариса, которая выполняет любые мои команды. Я говорю, начнем мы вот с этого. Лариса, студию. Она встает на бочку и начинает, типа, я как Федерико Филипп. Начинает, типа, танцевать петь. Потом Хабиб малинку, блять, ну короче. А я в это время из жопы вытаскиваю брелок. О. Ну, типа, фокус. А он фокусник, факир. Голосок корпоративский у тебя. Да. Ур, скинь, пожалуйста, Д20, как написано в способности. Блять, шесть. Шесть. Шесть, хуй, кидай так, блять. И что он достал тогда из жопы? Фонарик? Ты достал волосы. Надевай, парик, это парик. Это клочок волос. Тебе волосы достал. А, это клочок волос. Ай, боже. А я и так волосатый. Как кот. Знаешь, когда срвет волосами. Щитовод хмурится, смотрит на тебя. Ну, я говорю, ап. Ап. Ничего не было, а тут волосы. Какой корпоратив, Гномыч, кого ты привешь? Что за шаты гороховы? Хватит истирию. Объясни мне, Гномыч. Он махает руками, показывая знаки пиратам. Еще раз попробовать из жопы вытащить брелок. Все-таки. Д20. Одиннадцать. Ну, это брелок? Или волосы опять? Что я вытащил сейчас, на этот раз? Магнит. Это брелок. Я вытащил брелок. А зачем тебе брелок? Не знаю. А теперь инициатива. Правило боя. В начале каждого боя игроки бросают кубик на инициативу. У кого больше, тот и начинает этот бой. При атаке игрок кидает Д20 на попадание. Если результат выше класса брони врага, то герой попал. Потом, если он попал, бросает кубик урона. Удачи! Свинтарион, твой ход первый. Подскажите, пожалуйста, где висят лампы? Лампы здесь не висят. Одна лампа стоит на бочке между 4 и 5. Две другие расположились на бочках и на ящиках у 1, 2, 3. И одна лампа в руках у щитовода. Я прошу тихонечко своего друга Барда. Говорю, пожалуйста, вдохнови меня. Подскакиваю и использую свою способность. Круговой удар. Один раз в день. Я, значит, одного толкаю ху**у на лампу, чтобы она разбилась и загорелась. А второго просто ебашу с двух рук мечом. Как я это хорошо умею. Тогда проводи атаку сначала по первому. Вдохнови его, вдохнови. Один! Дай он хотя бы вдохновит его. Не вдохновил. Вдохновение, пожалуйста, вдохновение. Спой, спой ему. Крыша част из секторов. Ты так давно того хотел. Бост, не волнуйся за меня. Выбей все. Я чувствую, как жигули. Жигули материализовались рядом. Пацаны на них сидят. Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, монету за эту замечательную песню. Выклинчили. Какая ты злая. Круто. Давайте перекинем. Подожди, просто если мы разобьем эти лампы, мы же сами загоримся. Я напомню, что это пороховой трюм. Ой, там порох еще. Я бы хотел, чтобы как в фильме медведь разбежался, вот так стену разъебаешь, вот так бах. Это в защите? И мы за ним бежим. Подождите, секунду. И потом кричали, вы знаете, Руса. Подождите, а может быть, не стоит трогать лампы? Да. Я вот тоже думаю, что не надо это делать. Я тоже так считал всегда. Так давайте не будем трогать лампы просто. Перебрасывай. Что ты делаешь? Перебрасывай. Бери монету, перебрасывай. Хорошо. Просто, уважаемая сестесса, заберите монету. Круговой удар давай. Не получится. Получится, получится. Не каркай. Давай, круговой удар. Я использую круговой удар. Прошу своего друга Барда. Ты вдохновлен. Я вдохновлен, все. Я вдохновлен. Ты просто прибрасываешь. Чувствую себя, как Макс Корж на крыше многоэтажки. И круговым ударом этих двух типов. Пять. Девять. Шесть. Врет. Пять. Было. Пять. 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 В сумме десять, поскольку ты прекрасный и искусно владеешь своим собственным мечом. Обдохновение. Бросай. Д шестой. Четыре. О, нормально. И это, наконец-таки, попадание. Ура. Урон. Что ты делаешь? Кидай нормально. Один до десять. Да. Девять. О, нормально. Я попадаю плохо, но бью, пи***ц, как сильно. Лезвием своего меча разрубаешь его напополам от плеча до бедра. Угу. Тело разъезжается, и кровь разливается прямо перед твоими ногами. Острый меч Левенхарта прошел сквозь него, как масло. Я говорю, сори, мэн. Это была круговая атака, поэтому проводи еще одну атаку. Там отец тухнет. Второй удар, к сожалению, не попадает. Ну ладно, я одного убил. Блин, я уже не сморален. Мой ход, друзья, я использую двойную выстрел из лука. Два раза в день могу это сделать. Двумя стрелами за раз. Направляю их на один и два. А один это счетовод, по-моему. Тоже убить, нечего считать. Да не надо, он ничего нам не сделает. Сделает у него. Но он может побежать и позвать других. Не, не, надо, еб***ц. Кидай. Один и два. Помоги, помоги. Как х*** его сегодня, господи. Критический неуспех. И что, я просто даже не достал лук? Ну и что? Крыса, танцуй тверк. Твоя стрела попадает тебе же в ногу. Окей. Кинь урон. Шесть. Три. Ладно. Плюс модификатор. Плюс три. Шесть урона. Ой, б***я. Какой кошмар. Пять. У тебя пять осталось. Доставай лечебницу. Вторая стрела. Ну у меня только брелок, б***ь. Вторую стрелу? Он сейчас сам себя убьет. Одиннадцать. Это попадание. Теперь урон. Два. У тебя в сумме получается пять. Твоя стрела просвистела в воздухе и попадает ему в левое плечо, слегка разворачивая полубоком. Он простонал от боли, но разозлился очень сильно на тебя. Через девять. Да, стреляй за рулет. У меня есть злая насмешка. Едкое оскорбление в адрес любого существа. Урон психической энергии 1D4 плюс 3. И следующая атака существа с помехой проходит. То есть я его мало того, что раню, так в следующий раз, когда он будет... Да, да. Он еще и запнется. Давайте, что я ему говорю? Ну что там, пираты? Что встали как трепедика? Скажи, твоя мамка там за столом на второй палубе. Твоя мамка на втором... То, что он сказал, короче. Твоя мамка за столом на второй палубе. Да. Понятно? Очень хорошо это работает. Мне кажется, они все расстроились. Это мой ответ. 3-4 урона она проходит в любом случае. Какого пирата ты высмеивал? Тот, который уже ранен. Первый. Добей его. Словно, что у него... Три. Три. Нормально. Все, он унижен, оскорблен со стрелой. У него мать на второй палубе. За столом. Ты видишь, как его лицо исказилось от боли. Он будто бы принимал твою информацию с неким нежеланием. Но он понимал, что его мать такая. Да, да. Первый, второй и пятый налетают на вас. С оголенными мечами. Они атакуют тебя, Пелис, все вместе, втроем. Окей. Выбирай самую слабую цель из всех вас. Пелис, у тебя 14-я броня. Да. Десять, шестнадцать, семь. Одна атака попадает на тебя. Да, точно. А сколько здоровья осталось? Пять. Да уже погибнете все. Полная. Надеюсь, нет. А я могу кинуть веревку, чтобы рано перевязать? Три. Пять урона в сумме. Все, я ноль. Ха-ха-ха. Погиб персонаж. Пока-пока. Ты без сознания. Урс, теперь твой ход. Во-первых, смотрите, я могу тушить свечи. Поэтому я сейчас затушу все свечи, чтобы они не видели, где мы вообще. А во-вторых, я хочу из жопы достать дефибриллятор, б***ь. Д-20 кубик? Да. И воскресить Пелеса. Свечи ты тушишь бонусным действием. У тебя еще есть основное, которое требует проверки Д-20 кубиком. Поэтому ты можешь достать медицинскую сумку. Медицинскую сумку достает. Двенадцать. Двенадцать. Грязная медицинская сумка оказывается у тебя в руках. Волосатая. Она волосатая. Она волосатая, грязная, невкусно пахнущая. Но она медицинская. Вы остаетесь в полной темноте. Только слабый свет проникает из-под двери, за которой находится барон Эдвард. Он вышел из клетки и снял кандалы. Волосатый полурослик пищик со сломанной рукой забился в угол. Пожалуйста, я вас умоляю. Не надо. Я выполню все, что ты скажешь. Все. Я выполню все. Вопрос следующий. Здесь есть капитан на корабле? Он уходил. Он уходил. Маску сними с меня. Я не могу. Почему? Опять что-то не можешь. Ты можешь все, но этого ты всегда что-то не можешь. Ключ в каюте капитана, и у меня его нет. Маслянистая. Вот это есть там лампада огня? Да. Да. Да, есть. И она работает? Хорошо, хорошо. А она работает. Я говорю, слушай, брат, вот так ему говорю на ушко. Слушай, смотри. Говорит он. Я тебе честно скажу. Меня порядком мир этот уже задолбал. Я хотел жить, но вся ситуация, в которой я тут оказался, а я тут 40 минут сижу, и до этого еще час сидел, меня как-то вынуждает определенным образом разобраться с этой вселенной. Поджечь хочешь? Там же у вас пороховые бочки. Да. Не ожидал от тебя. Так он всегда так себя ведет. Аккуратно крадись с лампадой. Да. И поджигаешь. Прямо сейчас. Пошел. И выхожу тоже вместе с ним там. Эй, привет. Говорю, ребята, все класс. Никита Кукушкин решил убить всех, но оказался вторым. Полурослик поднимается, лицо его искай жену Борю, он направляется к столу, поднимает лампаду, ты подходишь к двери, а она заперта. Ну, хорошо, хорошо. Сиди там. Я беру ключи, открываю эту дверь. К сожалению, ключи не подходят. Где ключ? Открываю дверь. Он у охранника, снаружи. А, окей, окей, окей. Но там вроде бы завязалась какая-то бойня. А, окей, окей. Хорошо. Хорошо, хорошо. Просто кидай эту лампаду в деревянные стены корабля. В какую из них? В дверь. Нет, не в дверь, давай в другую сторону. А нахуй мы тебя спасаем тогда. Как бы ты поступил на моем месте, скажи мне. Я думаю, тебе нужно выбраться и помочь нам их зашлендрить. Мы же шли к тебе. Мы можем на самом деле взять корабль в свои руки и поплыть в кругосветку, как ты мечтал. С твоим туром. По карибам. Ты же соскучился по сыну. Отец, смотри, как это выглядит с нашей стороны. Я не видел тебя долгих 20 лет. Я безумно скучал по тебе все это время. Да, да, он всегда. И мы столько сил потратили, чтобы тебя спасти. Что сделал ты? Насрал нам душу. Ты сначала засунул свой кулак в жопу незнакомому чуваку. Потом порезал себя. Потом захотел поджечь себя, а у тебя не получилось. Пожалуйста, дождись нашей помощи. Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, золотую монету. Мы прибудем к тебе на помощь. Мы снова будем в мифе. Передай ему поцелуй. Фу. На самом деле мне нужны были такие теплые и нежные слова. Вот тварь. Я не знаю, как тебя зовут, потому что мы с тобой еще не встречались. Но, тем не менее, ты какой-то приятный человек. Спасибо. А от сына я, честно, такого не ожидал. Да, меня даже впечатляет. А мы, а нас с картой? Питаль, за стенкой. Я, ну, в таком случае у меня как бы мало вариантов, потому что там действительно охранник, судя по всему, дерется. Выбить дверь. Выбить дверь. Идея. Ну, со всей силы бью в дверь. Это этим. Полуросликом. Ну, давай этим чуваком. Это единственный вариант. Давай. Давай, по-братски. Беру этого чувака и вот как тараном выношу дверь. Делай проверку силы. Дай бог. Девятнадцать. Девятнадцать. Да как это возможно? Но почему? Господи, почему ему ведет? Всегда. Девятнадцать плюс три, двадцать два. Это мой папочка. Первый методичный удар приходится в дверь. Кровь растекается по ней. Второй удар. Он уже даже не пищит, не мычит. Но он вообще не нужен. Он дверь не откроет, но убьет. Типа охуительно. Дверь треснула. Третьим ударом, когда голова повисла, ты сломал дверь. И она открылась. Последнее, что было у этого чувака, это рука в жопе. Поздравляю, ты выбрался. Да, да. Розвучит. И ты вместе в комнате с героями. Врываюсь и первым делом реально просто, ну, бегу к тебе, обнимаю просто чисто подсидеть сердечно. Да нет, просто иду, я хочу обнять сына и все. Там полная кромешная темнота. Я говорю, эй, эй, я твой отец, я здесь, рядышком, перестань махать мечом, просто чисто обнять тебя хочу. Ты не видишь своего сына, ты даже не знаешь, что он там находится. Говорю, эй, сын, ты где? Ты не знаешь о том, что там есть сын. Хорошо, говорю, сын, ты здесь? Вот бы сын здесь был. Ты не знаешь, что сын пришел спасать тебя. Хорошо, я говорю, эй, сын, ты здесь? Это я твой папа Эдвард. Я говорю, я барон Эдвард, я здесь, сын, ты здесь? Хорошо, окей, давайте, давайте, стой, давай еще проще. Я беру лампадку и вот так лампадкой, выхожу с лампадкой и говорю, я барон Эдвард, вышел, сын, ты здесь? Ну, точно так увидит. Объясни мне, каким образом барон Эдвард может знать о том, что сейчас проводится операция по его спасению и ее возглавляет сын? Да не в этом же, хорошо, я просто говорю, хорошо, с лампадкой иду вот так с лицом и говорю, я говорю, я барон Эдвард, а есть кто здесь? Хорошо, отлично. 20 минут, сколько мы добивались этого? Овсянка. Сфинктырион, твой ход. Я увидел, что отец держит лампадку говенной рукой такой грязной. Я левый держал. И понял, что это он, это по-настоящему. А как ты, кстати, увидел, я же в металлической маске. Я, скорее всего, понял, потому что ты сказал, что ты барон Эдвард. Я сказал, я барон Эдвард, а есть кто здесь? Это мой отец. Логическая цепочка позволила мне. Последнее, что я запомнил, это где стоит щитовод. Я медленно из-за бочки вот здесь вот, вот так пробираюсь, подбираюсь к щитоводу, к его горлу нож вот так подношу и говорю, слышь, сука, своих успокой или мы сейчас вас всех тут обним. Скрытность с помехой, потому что у тебя тяжелые доспехи. Да, давайте. Блин, я один. Тебе не удается схватить щитовода, более того, он встает в выгодную позицию и знает, что ты крадешься к нему. А я крадусь к нему сзади. Он смотрит на него. У тебя лампа в левой руке. Она единственная, светит здесь. Тебя обидно? Ты тупой. Окей, окей, окей. Правильно у тебя минус 20. Проблемы нет. Я просто... Пылист, выход. А. А я же ноль. Че, я хриплю. Тебе необходимо сделать проверку на смерть. Если ты выкинешь от 1 до 10 на D20 кубике, то тогда это будет один провал. От 11 до 20 это будет успех. Если ты наберешь 3 провала быстрее 3 успехов, ты умрешь. 6. Это провал. Ты что умрешь? Первый из 3. А, не надо, не надо. Через 9. А у нас никто в темноте еще не умеет видеть. Через 9 из себя есть темнозрение. Поэтому даже в кромешной тьме ты видишь в черно-белых тонах. Надо сделать что-то такое, чтобы попало сразу во всех. Капитана, это суперидея. О, я могу создать звук, кстати, или образ небольшого предмета. Делай голос Капитана. Мы в темноте, я могу сделать, да, голос Капитана. Знаешь ли ты голос Капитана? Нет. А знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Извините, просто вырвалась. Так сделай, ну, какой-нибудь голос щитовода. Типа, помогите, меня убивают. Я использую малую иллюзию и создаю звук голоса щитовода. И говорю, ребята, мы сдаемся, все выкидываем оружие, их больше мы никак не сможем победить. Круто. А что это нам дальше? Там же наверху тоже. Нам надо отсюда сквозь стену валить. Пять. То есть сделать так. Этого, к сожалению, недостаточно, чтобы пираты поверили. А у нас на самом деле есть монета. Я считаю, одну монету дарить стыдно кому-то. Поэтому либо ноль, либо много. У нас одна. Да, да, да. И пока ее потратьте. Да, да, да. Давай тратить. Верно. Извините. Сделай проверку харизмы. Д 20 кубик. Давай. Давай, давай. Ты просто возьми и выкини большое число и все. Маратик, давай. Критический успех. Сделка. Браво, браво. Пепер. Я просто не объяснил ему, что нужно сделать. Он первый раз здесь. Вы слышите, как пираты бросают оружие. Только через девиц видит в темноте испуганное лицо щитовода. Он восклицает. Это не я сказал. Хватайте оружие и убейте их. Хватит тебя в рот. Пираты в панике ищут свои мечи в темноте. И только одному это удается. Вот и пускай засунет его сердце. И он бьет Урса, ближайшего противника к себе. А как он его видит-то? Да, там же темнота кромешная. Он скорее слышит и чувствует его запах. Ну, с этим есть проблема. Не факт, что запах медведя перебивает запах пиратов. Он бьет с помехой. Девятнадцать. Девятнадцать. И это одиннадцать. Он промахивается по тебе, Урс. Хорошо. Хорошо. Есть справедливость. Хорошо. А я креплю. Урс, выход, да. Короче, я беру бочку. И швыряю на первого и на второго. Сразу на двоих. Один до двадцатой. Пять. 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 А еще кидаем, нет? У вас есть монета. Блин, давайте перекидывайте. Пять и нет. Какая монета? У нас нет монеты. Ведущий. Забрали. А, подождите, подождите. Если вы сказали, что у нас есть монета, значит, у нас есть монета. Да. Это как не дать чек в магазине. Она просто на карте. Тогда попробуй достать ее из природного кармана. Я достаю монету. Достань монету из природного кармана. Она волосатая? Она очень. Бл***ь. Простите. Вот так бросить, чтобы она сама решила. Ну-ка. Двенадцать. Двенадцать. Уважаемая сестесса, положите золотую монету на стол. Ага, спасибо. А почему мы с самого начала не могли достать ебаную гору огромную монетку? Из жопы и перебрасывать все неудачные коллеги. Из природного кармана. Вот, кстати, вот это реально вопрос. Она была там одна. Она была рядом с брелком. Да. Достал волосы. Перекидывай, теперь отдаем тут же? Отдаем монету, кидаем. Да. Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, монету. Спасибо. Осторожно, она в говне. Да. Да, говеная монета. Перекидывайте. Это от соболева. Бл***ь, вот так опять? Да. Бл***ь, ну пожалуйста. Одиннадцать. Плюс четыре. И это пятнадцать попадания. Да, есть. Есть. Бочка наделась на них, и они обездвижены. Ничего не могут сделать, кроме как пытаться выбраться из нее, мешая друг другу. А теперь ходит Эдвард. Окей. А я же вижу эту ситуацию. Потому что у меня же в руках лампада. Правильно? Конечно. Да. Окей. В таком случае я беру стрелковое оружие. Кидаю лампаду на шару. Не надо. Там порох. Там пизде порох. Все, можно было просто сказать. Окей. В таком случае я беру арбалет и выстреливаю в пятого. Давай я тебе опишу, какое оружие там стоит, для того, чтобы ты мог выбрать. Да, давай попробуем. Мушкеты. Пистоли. Оружие ближнего боя, похожее на багор. Шраптель. Что-что, багор? Багор. Это что-то похожее на... Котель Молотова. Фищаль. Хорошо, ладно, просто мушкет беру, палю в пятого. Вопросов нет. Хорошо. Кидаю атаку. В голову. Четыре, ни хуйся, первый раз. Мощный выстрел оглушает здесь всех. Сизый дым закрывает вам обзор. Это был промах. Но все испугались. Окей, а я бы хотел сделать вот это. А откуда она у него? Как это? Как? Ты что, ел? Мы же искали монету. Ты просто скрысил монету. Ты была монета у нас? Секунду. Откуда она у него? Я объясню. Во-первых, я ее сохранил, и мы заработали еще одну. Но ты скрысил монету. Нет. Мы заработали еще одну. И сейчас появилась возможность. Ну ладно, ты вышел из комнаты, ты был один. Хорошо. Абсолютно. Но больше так не поступай, пап. А я ничего не скрысил. Они говорят, есть монета, нет монеты, есть монета. Ну ладно, давайте. Они даже не подумали. У вас есть монета. Давайте перекривайте. Какая монета? А у нас нет монеты. Ведущий. Забрали. Так что-таки, когда ведущий сказал, что есть монета, она была у нас. Нет, потому что я обман... Мы команда. Потому что мы команда. Монета должна быть на столе. В данном случае я обманул Бога. Потому что я истинный правитель Верджинвальда. И я поняла, если Бог спрашивал, эй, у вас есть монета, нет монеты, есть монета, ну ладно, хорошо, типа нет, даже не подумали. Я тебе честно скажу, ты невозможный, долбоёб, но я люблю тебя. Подожди, стой. Ты правда сейчас так сказал? Сын, ты до этого сделал очень приятно мне и хорошо. Я действительно подумал, что стоит пожить еще немного, даже в таком преклонном возрасте. Я говорю, я люблю тебя. А первое, что ты сказал? Я говорю, невозможно, я без тебя как долбоёб. Невозможно. Что? Да, да, да. Я говорю, невозможно, без тебя я как долбоёб. Пожалуйста, я люблю тебя. Услышал тебя. Я услышал тебя. Я стреляю еще раз. Сломал матрицу, б***ь. Боже. Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, краденую монету. Откуда она у него? Да что он ее заработал? Перебросывай. Я уверен, что он из реквизиторской украл. 15. Вполне себе. 15. Минус 2. 13. Да. 13. Нормально, нормально. Ты попал. Кинь, пожалуйста, 2 до 8 урона плюс модификатор твоей ловкости. Давай кидаем. 6 плюс что? Еще раз. Еще один кубик такой же. Может быть мы сразу 2023 года? 13 урона. Одним единственным выстрелом ты точно попадаешь ему в голову, пулю кладешь где-то в затылок, и он падает в этой сизой дымке. Ну все, раздолбал. Свинтрион. Все, отлично. Третий остался. А остался один-единственный щитовод. Он вообще слабый должен быть. У него счет или калькулятор? Я замечаю я***чего щитовода, кстати, на него чуть-чуть свет падает. Я его вот так хватаю, приставляю ему меч к горлу и говорю, как нам отсюда выбраться, не поднимаясь наверх? Говори мне быстро, сука, у тебя 2 секунды. И вот так держу меч. Ты схватил его, и боевая ситуация заканчивается. Теперь мы все действуем в свободном порядке. Он напуганный. Че ты хочешь? Я говорю, 2 секунды закончилось, и е***шу ему по горлу, блядь. Реально за***л. Ничего такого супер не было. Было. Я в этом... Монета, что-то вот падает перед твоими ногами. Я одел броню, взял оружие. Давай обнимемся, папа. Я к сыну хочу подойти. Можно сыну? Конечно. Сын, я очень рад тебя видеть. Я тоже тебя рад видеть. Спасибо, что не умер. Пелес, кинь, пожалуйста, D20 на смерть. Диалог был. Состоялся. Спасибо, что живой. На смерть сделаем. Ой, блядь. Еще один провал. Остался один, единственный провал до смерти. Давайте ящики обыскиваем. У Пелеса есть еще 6 секунд. А, стой! Дай, дай я кину. Я подбегаю. Не кидай, не кидай. Будет ли кто-нибудь помогать спасать Пелеса? Я спасаю, я, я. Урс, ты достал из своего природного кармана медицинскую сумку. Конечно, у нас медицинская сумка есть. Она есть. Она, правда, грязная? Ну ничего. Нет, не важно. 6 секунд, давайте. Тебе необходимо бросить медицину, мудрость. По сложности 10. Хорошо. Светлана. 19. Это шоу уж и здорово. Тебя стабилизировал Урс. У тебя один пункт здоровья. Ого. Я был в загробном мире. Мне сказали, Кукушкин говно. Здесь ни разу не было Кукушкина. Сегодня здесь барон Эдвард. Ребята, спасибо огромное. Я видел в загробном... Я знаю, что там есть. Я потом вам все расскажу, но не ему. Я подхожу к ящикам и обыскиваю их. Киньте, пожалуйста, вместе с Эдвардом. Все вместе, давайте. А почему такое оскорбление в мой адрес? Не-не-не, у меня мушкет в правой руке. Это вообще не... Я такое не потерплю. Мушкет раз, пф, в голову. Что? Ну да, а че? Остановиться. Я говорю, отец. Да. Я очень тебя люблю, и мы пришли сюда командой. Каждый член команды головой рисковал и помогал мне, чтобы спасти тебя. Почему оскорбляет? Я из загробного мира. Что предлагаешь? Я предлагаю пощадить его на этот раз. Нам всем надо отсюда выбраться, и потом, за свое оскорбление, он тебе отсосет. Это интересно. Чего вы хлопаете? Вы что, с ума сошли? Это достаточно интересно. У меня есть одно... Пусть он сосет свой мушкет обратно. Это достаточно интересно. У меня есть одно условие. Потом можно не сосать. Какое? У меня есть одно условие. Он же в жизни другой. Он заставит меня. У меня есть одно условие. У меня есть одно условие. Какое? Это для вас эта игра, а он потом? На таком близком расстоянии я заметил одну вещь, которую бы мне не хотелось, чтобы была, если он действительно это будет делать. Ну? Пусть побреет усики. Смотри, а хватит ли тебе такого, если мы просто с ним поменяемся местами, и его мерзкие усики не будут досаждать тебе? Да. Пусть я попрошу прощения у тебя, милый поэля. Меняйся. Меняемся местами. Привет. Я воняю, потому что я потел. Ну мы уйдем отсюда. Санкт-Перион, кинь, пожалуйста, внимание. Как здесь столько людей. Я там с краю все время. Какой ты мерзкий. Да, вот я тоже со стороны смотрю. О, 17. Да, отлично. Ты обыскиваешь ящики с лампадкой, оглядываешь каждый из них и находишь два зелья лечения. Для тебя, брат. Меня, меня надо полететь. Я даю зелья и лечу. Да, да, да. Я говорю, да, дай ему два. Я выпиваю зелья. У кого в руках лампадка? У меня. И что ты делаешь? Иду смотреть дальше, вот сюда, вот в эту дверь. Выпиваю зелья. Там еще есть сундук. Неожиданно. В свете твоего фонаря, масляной лампы, которую ты держишь в левой руке. Я могу только тушить. Писчик сползает прямо с потолка из тени. Ё-моё. Остатки кусков тела полурослика сползают разорванными клочками по черной маслянистой коже беса. Шипы торчат вдоль позвоночника. И опасно оттопырены в вашу сторону. Мужики. Отлично. Зачем ты зашел? Отец и сын Левенхард, и наконец-то вы вместе. Все как и задумал лорд. Корабль, это ваша могила. Я говорю, смотри сюда, гадина. Разрываю одежду, у меня здесь пентаграмма. Я говорю, я представитель дьявола. Кинь, пожалуйста, силу. А так как у меня убеждение... И только попробуй восстать против меня. Тебя, дьявол, зафиг. А у меня убеждение плюс 4. Я им говорю, да, да, все так. А я еще песню пою. Песню пою. Давай. А еще песню пою. Эдвард кидает силу. Давай, вдохновение. Вдохновение. Наеби, беса, наеби. Наеби. 12. 12, ты можешь допросить до 6. Наеби. Ну ладно, уже не надо. 4. 16. Это в сумме 19. Своими руками ты разрываешь надетую на себя кольчугу. Кольцами она расходится по швам и разрывается. Тебя больше нет брони. Нет, стой. Это вверх тупизны. Стой, стой. Мы тебя еще и банально-то мотивировали. А за бортом доносится крик. Готовьсь! У меня пентаграмма на груди. Че ты говоришь-то, блин? Ты уже показывал эту пентаграмму ему. Он прекрасно знает, как на самом деле выглядят дьявольские и адские символы. Потому что он как раз-таки оттуда. У тебя рисование минус 5. У вас есть доля секунды для того, чтобы среагировать после фразы «Готовьсь!» Я. Они сейчас бросят х**ную бомбу к нам сюда. Я уверен. Готовьсь к отправлению. К отправлению, они уезжают. Так что, давай прыгать, короче. Надо пробивать дыру и выплывать оттуда, нахер. А ты же можешь пробить? Я, конечно, буду пробивать. Я говорю, господин бес, давайте выскочим один на один. Вот сюда. И насквозь стену показываем. Пока вы разбираетесь с бесами, давайте я р**бу. И сразимся с вами, как бес с мужиком. Я сделаю дыру. Короче, мне надо делать дыру и прям сваривать. Давай, давай, давай. Прям бежать. Дыра нормальная тема. С бесом я в бестиарии не помню. Давайте сейчас, да, попробуй. Давайте стали на сторону сатаны. Мы стали приспешниками дьявола. Своим нулевым интеллектом ты понимаешь, что если сделаешь дыру на третьей палубе, то здесь все зальет водой. А можно же выплыть? Может, умеем плавать все? Умеем, умеем. Течение от воды будет настолько сильным, что он, скорее всего, вас занесет обратно к кораблю. Видел, как Давидыч на тракторе тонул? Понятно. Ладно, спрашиваю, что хочешь? Да. Что хочешь? Я хочу твоей смерти, Левенхарт. Слышится где-то там за бортом. Ну, нам пи***ец. Пожалуйста, все, сделайте проверку по ловкости. Я сказал, мы не отправляемся, нам пи***ец. Вы мне не поверили. Во всем этом кипише пил ли ты зелье лечения? Это сейчас очень важно. Я пил зелье лечения. Кей, ты оба выпил? Ну, в кружку выпил. Да, там по 250 миллилитров они. Одно я пил. Одно я пил. Тогда, раз ты выпил одно зелье лечения, кинь, пожалуйста, 2D4 и добавь два. Ну, что бы мы сделали, а? Шесть и восемь. Со стороны левого борта по вашему кораблю происходит оглушительный залп десятков пушек. Ядра проникают сквозь остов вашего корабля, разнося на своем пути все вокруг. Все, кто не выполнил прямо сейчас спасбросок по ловкости, получают 1D10 урона от осколков и шарапнеля, который влетает к вам в помещение. Вода начинает заливать третью палубу. Кидайте, пожалуйста, 1D10. Пелес, сфинктерион. У меня 10. У меня нет такого кубика. Носи. 7 урона получает сфинктерион. Я 10. 0, 0, 0. Это 10. Нет, это 0. Это 10. Как 0 прям. Блин, Пелес. Но это 10. А выглядит как 0. А мы не кидаем. Пелес, ты падаешь без сознания, изрезанный шарапнелью со всех сторон. Что-то тебе сегодня достается жестко вообще. Жестко. Вода заливает третью палубу. Что вы делаете? Я в данном случае лидер. Подложи меня природный карман. Урс, Урс, вопрос. Ты всегда был мне верен. Так. Каждую секунду, каждый день и каждый час. Абсолютно я. И поэтому пришел за мной сюда. Так. Есть ли шанс, что мы все поместимся в твоем природном кармане? Давайте спросим у мастера игры. Я говорю про... Насколько широкая у меня бедренная кость? Не настолько. Тогда у меня такая догадка. Это нас не ебешат пираты, у которых мы на корабле. Если завязалась драка с другим кораблем, они скорее всего... Мы же можем просто сбежать, да? Они скорее всего увлечены этим боем. Так что мы можем выпрыгнуть со второй палубы. Просто в воду и уплыть на... А с этой выплыть не можем? Не можем, она в воде. А я один залезу в природный карман? Только голова. А это неплохо, кстати. Это неплохо. Главное, чтобы меня вытащили. Голова будет в стаканности. Скорее всего, ты задохнешься. А? Почему? А, задохнуть? Подождите. Там явно нет кислорода. Давай засунем ступни, он побежит и будет тебя волочить за собой. Подожди, секунду, секунду. Я могу создать небольшой безвредный эффект. Я могу создать у себя внутри... Ну, воздух. Пространство, пространство. Кислородный шар. Давай, можно, можно. Создавай пространство. Я создаю кислородное пространство, чтобы Пелес сохранил свою голову. Да. Дэй, двадцатый. У меня будет много кислорода, и мы быстрее выплывем. И я вас могу держать. Да, можно. Я же могу всех еще держать. Нормально. Все, давайте. Кидай, прошу. Прошу, прошу. Господи, пожалуйста, семь. Да, семь. Попытался. Я пытался. Мы очень хотели. Ты создаешь воздушный карман, но не можешь удержать его в себе. Я просто пернул очень сильно, я понял. Тогда бежим на второй этаж. Да побежали наверх. Бежим, бежим. Да, все бежим на второй этаж. Я волокут, я не могу бежать. Я взял его на руки. Хорошо. А Бесу говорим, пошел ты. Кто бежит первым, мне необходимо знать порядок. Я бегу первый. Через девять. Я как лидер сказал, беги первым. И я бегу за тобой. Как было, он мне приказал, я побежал. Ребят, подождите. Ты второй, третий, а ты заключающий. Смотрите, у меня сила дохера. Если там будет пират, я хотя бы могу его и у**ть. Поменяемся. Ты первый, ты второй, я третий, он четвертый. Я еще и слово могу последнее слово сказать? Я нет слов. Ну, хоть прохлеплю. Давай. Крыса, за мной. Вы поднимаетесь наверх. Бес пытается схватить сфинктериона, который бежит последним. Но того спасает броня. Когти высекают искры из доспехов. А там порох, да? Нормально. Все в воде, поэтому ничего не зажигается. Это по кому? Бес продолжает преследовать тебя сфинктерион. О боже. Вы оказываетесь на второй палубе. Здесь у стола лежат трупы пиратов и куртизанок, убитых выстрелами. Сквозь дыры в левом борту черного змея вы видите огромный галеон и капитана, который кричит. Готовьсь! Сколько секунд? Блин! Да что ты гонишь? А теперь вы делаете все спасбросок по ловкости. Через девец и сфинктерион вы получаете один до десять урона. Ну-ка. Два. Нормально. Два урона. Два. Два урона. Нормально. У меня восемь. Да, вы все живы и продолжаете бежать. Что вы делаете? Забытые живые. Ну, просто сквозь стену убегаем. Давай пробьем стену. В какую сторону вы пробиваете стену? Мы пробиваем стену, да. Мы пробиваем стену, мы пробиваем дыру вот тут. Между пушками. А почему не взорвать вот эти тупо бочки? Они же не добьют досюда или досюда. Как это? Они же не взорвут вообще все. Огромные бочки с ядрами. Если мы отойдем вот сюда или вообще в другую комнату. Давай, давай, хорошо, я это сделаю. Я пока что спрятался за столбом. Но мне необходимо понять, где вы прячетесь. Потому что в скором времени будет зал. Мы прячемся вот-вот. Мы прячемся, где вот эти палаты. А Эдвард открывает дверь. Вот так открывает дверь. А там есть даже дырка в двери. И ты можешь вот так вот дверью закрываться. Я вот так чуть открываю. А все остальные? А мы за мной. Они за мной спрятались. За моей спиной лидера. Мы причем лежа. Атаку. Атаку. Так, атака, атака. Так, атака, адокновение. даже мертвые радую за тебя прохрипи порадостнее как раковина моя я кстати знаю я знаю язык друидов я могу понять что что-то хрипи происходит мощный взрыв который оглушает барона эдварда в борту корабля образуется огромная дыра с видом вечерний город гнилая гавань вечерний город я так тебе рад эдварда подбираю и мы все выбегаем в эту дыру и с поля сам тоже а ты поешь песню давай сейчас поешь конца да вдохнови нас крангет солдже бой у крангет солдже бой у крангет солдже бой у крангет солдже бой это великолепно я даже могу оживеть все таки на благотворительность мы дадим ноль сентерион вместе с пели сам на руках ты выпрыгиваешь из горящего корабля вы попадаете на пирс и бежите в ночной город за вами следом бежит через девять убежишь следом я держу его оглушенного да но неожиданно появляется демон который своими когтями пытается вырвать у тебя эдварда и забрать его с собой надо я нормальный чел демон выхватывает эдварда нет не выхватывает что ты делаешь я делаю у меня он удерживает тебя за спину чем 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 держит своими когтями разумеется у меня же кольчуга порванная а я же разорвал я вот так делаю движение такое и как бы снимаю ее себя и прыгаю давай 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 все мы вдохновляем да но твой несчастливый как и твои усики желтый и синий от казахстана нормально нормально отлично лидер лидер лидера другой рэпе ты абсолютно голый с огромным пентаграммы на своем торсе выпрыгиваешь из корабля оказываешься на пирсе и в этот самый момент за твоей спиной взрывается корабль под названием черный змей вы выбрались три раунда даже больше выпали содержали на руках и никто его ничего не лечим не он не кидал на смерть это получается что бросок который вы сейчас делаете очень важен для всех нас потому что если сейчас выпадет от 1 до 9 в сумме я имею ввиду с мудрости урса то пелес умрет от 10 и выше он будет жив а кто кидает урс да ну не надо да окей я дам тебе свой счастливый шар вдохнови у тебя мудрость но я не уверен что такие как ты вообще нужны у тебя мудрость плюс два я не буду смотреть я просто тебе нужно выкинуть 8 и выше хорошо давайте 8 это нижняя граница пелес жив поздравляю вы выбрали все живыми а теперь выберите игрока который кинет 1 до 6 кубик для того что определить количество бонусных золотых монет которые вы получите за прохождение миссии да да лидер я лидер я лидер но это сколько добавляется денег 5 уважаемые сестры дайте пожалуйста 5 золотых монет и того в сумме вы заработали 5 золотых монет это эквивалентно 50 тысячам рублей которые вы можете отдать в любой фонд благотворительности в какой фонд вы отправите эти деньги муж детский 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 фонд какой вот он высвечивается на экране вот туда и отправляем давайте может отлично спасибо вам большое спасибо за игру я знаю я знаю в какой да увидимся в новом приключениях по земле чикенка спасибо большое прощайте мама дорогая давайте я предлагаю в подари жизни 15 лет исполнилось нормальная тема вот так сфинктери он приобрел новых союзников в борьбе за возвращение вершин вольта и мы в игре и нет преград для верной победы ты понимаешь что эти охранники защищают здание это секрете надо сделать да я знаю что это секрета стреляй ему в голову